Событий много, толку мало. Здравствуйте дорогие друзья. Apple за раз зарядила сразу две прошивки для iPhone, iPad и iPod Touch. Хм, интересно, среди зрителей есть владельцы плееров с актуальными прошивками. В этом видео традиционно расскажу о всех нововведениях свежих релизов. Можете не устраиваться и уж тем более не усаживаться. Я украду только парочку минут вашего драгоценного времени. Начнем с финального релиза iOS 11.2.1. Обновление устраняет ошибку, которая приводила к отключению удаленного доступа для общих пользователей в приложении дом. Эта ошибка появилась из-за исправления другой уязвимости, которая была в 11.2. С ее помощью посторонний человек мог получить доступ к устройствам с поддержкой HomeKit. Я думаю это не очень актуальная функция, хотя если кто пользуется отпишитесь. Уязвимость была исправлена почти сразу после выхода iOS 11.2, но чтобы ее побороть Apple пришлось отключить удаленный доступ для общих пользователей. На радость ненавистникам Apple продолжает багом баги погонять. Благо исправляется. Те кто тестировал бета версии iOS не смог получить этот апдейт из-за профиля в настройках. Обновление можно скачать или через iTunes или удалив профиль в настройках и перезагрузив устройство. Полный список изменений на экране. Тестов я никаких не проводил потому как обновление чисто техническое и несколькими часами позднее вышла первая бета iOS 11.2.5. Видимо человек отвечающий за присвоение номеров прошивка мне обновился и использовал старый калькулятор на iPhone, который из-за бага неправильно выполнял подсчет. В iOS 11.2.5 бета-1 купертиновцы похоже не стали добавлять новых функций, а решили сосредоточиться на самой загадочной фразе исправление незначительных ошибок в работе устройства и повышение их производительности. И вы знаете что-то в этом есть. Анимация стала чуточку плавнее и на щепотку быстрее. Полевых тестов в сети нет, а синтетические бенчмарки, на которые можно положиться разве что только ради фана, показывают приблизительно аналогичные цифры что и в последней финальной прошивке iOS 11.2. Владельцам Apple Watch я вообще не рекомендую баловаться тестовыми прошивками на iPhone. В очередной раз я попал на баг, когда после манипуляций с финальными и тестовыми версиями iOS после обновления часы отказываются запускать сторонние приложения. В таком случае не тратьте время, а я в прошлый раз перепробовал многое. Разрываете пару с часами, делаете резервную копию на iPhone и выполняете полный сброс устройства. А уже затем восстанавливаетесь из копий и создаваете пару с Apple Watch. Я пришел к выводу, что это происходит после перехода с беты на iPhone на финальный релиз, а затем опять на тестовую прошивку. В общем оно вам надо эти мучения. Обе прошивки стабильны и на автономность устройства не влияют. К сожалению не влияют. Ну благо что не в худшую сторону. Можно свободно обновляться. О всех найденных вами новшествах и изменениях обязательно пишите в комментариях к этому видео. На этом все. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech и не забудьте поставить лайк, а то Дед Мороз не одарит вас айфоном в новом году и вы перейдете на какой-нибудь Xiaomi с Android 423. Ну нахер. Пока-пока.